По деревне есть еще кто-то? Фамилия Николаевича. Я Шенков Иван Сергеевич. 24 мая 1927 года. В каком подразделе вы служите? Я командир 1-й инженер технического взвода, инженер технического рота, инженер саперного батальона, 21-й оттенем устрелковой бригады. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 2022 года. Воняк! Лучшая работа в мире! В числе 19 марта нас отправили обратно на великую дорогу, выставили блокпост. Далее там стояли до 30 марта. Оттуда уже вы, при выводе войск, вывезли обратно в Российскую Федерацию. В Российской Федерации были до 18 апреля 2022 года. Дальше повторно вошли на территорию Украины через Луганскую область. Далее оттуда через месяц были передислоцированы на целеный пункт Писки-Редьковский. Там тоже простояли около месяца. Мы ведем наш небольшой репортаж из небольшого, но мирного села одной из властей Украины. Смотрите, пожалуйста, вот сюда. Обеденная зона. Вот он, Геннадий принимает солнечные ванны. Тут Алексей собирается мыть попку. Живем мы вот здесь. Как-то вот так, кто где устраивался. Места есть для всех. Командир Иван. Отдыхает после дежурства. Ну что хочу я вам сейчас сказать. Живем мы дружно. Да ты пошел нахуй. Вопрос питания у нас построен на высоком уровне. Кстати, тут у нас имеется вот твой автомобиль. И не один. Чтобы вы не переживали, что мы плохо питаемся. Вот наши запасы. Есть все. Есть все. Предусмотрена даже вот такая пища. Это на случай, если у кого-нибудь из нас появится малыш. Ёб твою мать, а! Чуть ниже наклонись, шуринки ближе. Аспан вроде вошел. Далее были перезацированы в Сосновку. Там пробыли около 12 дней. После чего были перезацированы под Луганск, где получили приказ на выставление блокпоста на селёном пункте «Мирная долина». «Мирная долина» В вершине населенного пункта Нового года. Сколько человек востребовало в Белогорку? Около 40 человек. Кто еще поменялась, какие подразделения были в Белогорке? В Белогорке также находились народное ополчение и несколько танков, 90 танковой дивизии и часть боевых машин от 15-й отделе мострелковой бригады. Кто на Тигре ездил? На Тигре ездила бригада специального назначения. Группа? Так точно. Какая бригада? 24-я бригада, город Новосибирск. Что происходило дальше, когда вы выставились? 12-го числа была проведена артподготовка по промзоне, где была подбита техника и наши военнослужащие. Далее, 13-го числа утром, во время моего дежурства, вооруженные силы Украины и их подразделения выдвинулись для захвата на сегодняшнем пункте Белогорка. После того, как я заметил, их пытались составить трех человек, составить своего расчета, выдвинуться обратно к своим подразделениям, но уже не успели и были блокированы. Впоследствии чего оказались в плену у вооруженных сил Украины. Как вы думаете, кто заходил на Бутуарда, чтобы вводили действия в Белогорку? Заходил батальон Кракен. Как вы оцениваете их действия? Почему они так скрытно сошли, скажите? Была проведена заранее разведывательная работа по разведке местности, передвижению и численности противника в населенном пункте. Далее, обезвреживание на обязательных постов. Как обезвредили обезвредительные посты? Еще раз. Как обезвредили? Обезвредительные посты были обезвредены с помощью холодного оружия, именно ножами. Вы с головой не слышали? Нет. Мне кажется, что подразделение в Белогоровку вы не слышали? Нет. Только уже заметил на подходе к Белогоровке, когда они уже были на окраине. Вы сами сдались? Пытался вытянутся. Мой наряд был ранен и был. А почему вы не стреляли? Вы приняли решение сдаться? Вы вынуждены сдаться. Вы хотите, чтобы вы вас обменяли? Я очень хочу, чтобы меня обменяли. Я хочу оказаться поскорее дома. Мыаю. Я не успех. Но, я не переживаю. Когда я хочу, я не могу. Мне сейчас вкус и pleaded в фильме. Мне не шутку. Я вам помню. Voy a shaking. Я не gevадал, чтобы меня было. television не миллион. Я люблю вас, чтобы меня conquest. Будем ли мы combustibleidet для вас, Будем отдать. Должны платить за боевые 53 бакса, 2 оклада и зарплату. Пришла только зарплата и половина от боевых. То есть 2 оклада и половина за боевые действия не пришло. Магусас решил нас наебать, прям поиметь, нафига себе. Должно было прийти 300 тысяч, а у меня с трех зарплат всего, ну с трех зарплат и боевых всего, 5281 сейчас на счету. Все хорошо, не переживай. Ко мне относится хорошо. Я вас очень сильно люблю и скучаю по вам. Мы тоже учителя очень любили, скучали. Все, храни тебя Бог. Люди, которые тебя окружают, которые добрые люди, пусть они все останутся добрые. Душе Бога нельзя терять. Ты видишь, мы сегодня оказались в храме все вместе. И Катюшка тут оказалась в храме. Ирина Борисовна, у нас большое подразделение, все крещённые, даже те, что не крещённые. Можете делать то, что вы хотите. За весь кратин. Хорошо, хорошо. Вот завтра поставлю свечку. Завтра поставлю. Я вам кляну, Богом клянусь, поставлю свечку. Нас рос под Харьковом в Лозовой всю жизнь прожили. Мы тоже не знаем, где они. Мы их тоже связь потеряли. Вы понимаете, что вот это всё, это всё страшно. Это страшно для всех. Вот это гипер, это всё бессмысленно. Мы всегда были братьями. Всегда. Вы можете сейчас обратиться к своему руководству и сказать пару слов от себя. Пожалуйста, берите меня по раз поскорее домой. Я очень хочу домой.